Коронавирус в топе новостей по всей планете. Заболеваемость COVID-19 день за днём фиксирует рекорды. Медики не перестают бить тревогу и напоминать о профилактике. Дистанция, масочный режим и обработка рук – казалось бы, простые, но такие важные правила безопасности. Тем более средствами защиты страна обеспечена на все 100, а то и 200. Антисептики и защитные повязки предлагают буквально на каждом шагу. В аптеках сейчас в наличии имеется достаточно широкий ассортимент масок, масок-повязок, как многоразовых. Изготовленных из марли, так и из материала тканевого, который можно в дальнейшем использовать, либо одноразовые маски. Цены варьируются от 80 копеек до рубль 70, приемлемые для каждого покупателя. Также в наличии в бесперебойном количестве всегда имеются антисептические средства. Это разных объемов, от 100 мл до литра, такие как септоцит, такие как моносептол, алмадез. Масочный режим в Бобруйске действует еще с первой волны, если официально, то с 19 июня. Это значит, что при посещении общественных мест горожане обязаны быть в защитных повязках. Сюда относятся магазины, аптеки, банки, кафе, учреждения образования и здравоохранения, автобусы, троллейбусы и другие места, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Если анализировать цифры в целом по республике и по городу Бобруйск в том числе, то мы наблюдаем рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. И рост отмечается выше, чем в первую волну. То же самое касается и заболеваемости пневмониями. То есть мы видим, что сейчас отмечается довольно серьезный рост. И связано это опять же с тем, что люди практически не используют средства индивидуальной защиты. Обратите внимание на использование тех же масок в общественном транспорте. Потому что, к сожалению, если в первую волну у нас было и количество людей, которые передвигались общественным транспортом меньше, для использования масок практически 100%, то сейчас, к сожалению, тенденция совсем другая. И люди просто их не используют. Опять же, если человек заболевший будет ехать, то он сможет исхорозить нескольких человек. Чихнул, кашлянул. То есть место, в принципе, замкнутое пространство. И поэтому заболеть он может очень быстро. То есть и передать эту инфекцию. Для молодых людей эта инфекция может пройти и в легкой форме, бессимптомной. Либо с какими-то минимальными, так сказать, последствиями. Но этот человек, если он заболел, он может передать эту инфекцию более пожилому человеку, для которых заболевание может закончиться летально. Первоначально Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о том, что маски положено носить именно больному человеку. Сейчас тактика изменилась. Повязки необходимы как здоровым, так и инфицированным. Впрочем, далеко не все горожане осознают значимость профилактики. В маске не каждый. В общественных местах нет, я не ношу. А почему? Ну и вообще, как говорят, что маску нужно носить только больным людям. Ношу маску обязательно. Я сама медрубуд, поэтому я считаю, что она необходима. Почему вы носите маску? Ну, чтобы сама обеспечить свое состояние здоровья хорошее. И чтобы остальные от меня, мало ли, я не знаю, в каком состоянии я. Я считаю, что оберегает. Особенно в контакте, в магазинах. Не считаю это защитой. Не считаете? Нет. А почему такие выводы? Потому что какой микроб и какая дырка в маске. Ситуация защиты персонала противоположная. Буквально все сотрудники торговых центров в перчатках и масках. Эпидемиологи ужесточили контроль. Только за две недели в целях профилактики COVID-19 проверено 214 объектов города. Нарушения зафиксированы в 85 местах. Выдано 11 рекомендаций и 19 предписаний. А также 45 требований о приостановлении деятельности запрете реализации товаров и услуг. Между тем, стоит помнить, борьба с коронавирусом – общая цель.